По поводу, значит, это Лерон Плюс задолженности. Вами доведена информация по поводу, значит, взыскания с граждан, юридических лиц. А вы можете объяснить, о каких 500-500 миллионах рублей ведется речь конкретно? Кому вы должны? В связи с чем? Что предпринимается? Имеется ли судебное решение к вам о взыскании? Имеется ли, значит, может быть, ли быть такая ситуация о том, что, значит, это может привести к банкротству? Да простим представителю природоохранной прокуратуры его взволнованную, сбивчивую речь. Так бывает, когда суть поднимаемого вопроса слишком важна, и эмоции перехлестывают через край. Депутаты комитета жилищно-коммунального хозяйства Читинской думы собрали общественников и своих коллег из законодательного собрания, чтобы заслушать отчеты о деятельности компании «Алерон Плюс» и задать волнующие жители Забайкалья вопросы. Вот уже почти два года мы живем в условиях предоставления ими услуг. О качестве работы мы все можем убедиться, просто выглянув в окно в сторону ближайшей помойки. Пейзаж удручающий горы из мешков невывезенного мусора жителей многоквартирных домов и, как следствие, стаи бродящих собак возле контейнеров. Куча изнебранных веток, мешков с опавшей листвой. Старой мебели строительного хлама. Прибавьте к этому амбре, распространяемое этими свалками, а также в росте взгляд на ежемесячные платежки от регионального оператора, чтобы испытать легкие дрейф сознания. За что от нас требуют деньги? В связи с тем, что идет недосбор финансирования, недосбор денег, мы, соответственно, залезли в долги перед перевозчиком. И на данный момент перевозчик выдвигает к нам, конечно, требования, чтобы мы побыстрее это все загасили, но на данный момент нет тех средств, которые бы мы могли рассчитаться с подрядчиком. Крайне неубедительный ответ, скорее, прилюдная отмазка на вполне конкретные вопросы представителя природоохранных органов. Не было названо ни одной цифры и ни слова о каких-либо судебных решениях, которые могли бы подтвердить юридический факт наличия долга. Во всем, в том числе, возможном банкротстве компании «Алерон плюс» виноваты жители, часть из которых, не видя результатов работы, отказываются платить ни за что. А грядущее повышение тарифов на вывоз мусора почти на 20% только добавляло градуса накала обсуждений. Ну, смешно просто. 350 тысяч жителей, и люди там все видят, и видят, видят, и видят. И вы рассказываете там, говорите, вот надо разъяснительную беседу там с населением проводить. Ребят, вы коммерческая структура, вы созданные были деньги зарабатывать. А мы вам там в край 40 миллионов, 90 миллионов за уборки. Вот региональный оператор убрал там свалок, там, ну, субсидировали 120 миллионов. А потом стоят ребята, честные, которые сами там убирают камазами, вывозят мусор там с лесов, там, с поселков. И думают, ну, ничего себе. Вот им за уборку там, на субсидированной свалке дали 120 миллионов, а мы сами тут собираемся. Причем дебилочки. Депутатский корпус готов взять на себя претензионную работу. Как они сами заявили, время раздачи пряников прошло. Слишком часто в надежде наладить работу мусорной реформы региональному оператору оказывали финансовую и иную помощь. А вот спрашивать за выполнение работ, включенных в тариф, например, помывку и обеззараживание мусорных баков, контейнерных площадок. Вот здесь почему-то никак ни один заинтересованный муниципальный или контролирующий орган за два года об этом и не вспомнил. Или помешковый сбор отходов в частном секторе. Такого нет ни в одном правоустанавливающем документе. Откуда это волшебство? Почему там, хотя бы в границах Читы, до сих пор не установили контейнеры? Как этого требует законодательство? До прихода рекоператоров у нас в городе было в 10 раз чище. Проблем не было. У нас в городе работало 6 или 5 мусорных операторов. Это управляющие компании, которые имели лицензию. Сейчас в итоге вы отказались с ними заключать практически со всеми договора подрядок. Машина у вас не оказалась. Мусор и город. У нас сейчас до сих пор продолжается эра добровольных субботников. Мы вот эти субботники проводим не каждую неделю. Там и администрация, и краевые депутаты, и общественники, и сообщества, и группы всякие. А что толку? Действительно, время уговоров и руга не прошло. Компания Allerun Plus плевать хотела на пустые слова, выражаясь языком 90-х, кто их там так крышует, что весь Забайкальский край у них в должниках, но не видно ни прибыли, ни работы. Пора уже переходить от слов к делу, точнее, строго спросить. Опять-таки, используя терминологи эпохи всероссийского беспредела и бандитизма, заславая работу с рекоператора. Напомним, до появления на просторах края регионального оператора не только было чище, но и тарифы были значительно ниже, как для физических лиц, так и для бизнеса. И здесь еще и 550 миллионов долгов образовалось. Денег все мало, видимо, администрации вновь придется спешить им на помощь за счет нашего бюджета. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Иван Дементьев, ЗАПТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова